Всем привет! История была, первый раз Юра поехал за этой посылкой, а почта оказалась закрыта. Второй раз он поехал за этой посылкой и забыл её забрать. И третий раз у нас всё вышло, поэтому Бог любит роиться. Это посылка от наших дорогих друзей, Любы и Саши с Броваров. Люба и Саша нас любят баловать и несмотря на то, что у них тоже случился неприятный момент, они успевают ещё думать о нас. Я уже в пижаме, просто уже 10 часов вечера и Юра сегодня в главной роли, а я главный комментатор. Смотрите, я сейчас рассказываю. Короче, я поехал на посылку, а Таня говорит, как ты мог забрать посылку? У меня был листок такой. Не забрать посылку. У меня был листок 4, а в нем очень много было там. И товар закупить, и в тебе заехать, и в Аврору твою любимую заехать. Ну так это магазин всё, бизнес, бизнес. И я, короче, мотался туда-сюда, мотался. И мне хоть вылетело. Я был. Ну просто, давай подожди. Я себе говорила, когда ты вышел из дома, говорю, Юра, ты за посылку не забывай. Да помню, помню. И пишу. Вот так вот мне подписчики так написали. Они потом говорят, что ты нам не говорила, вы такие все. Ты не говорила, если б ты написал в доме, я сказал. Ой, короче, Юра никогда не признает, что он не правил. Давай. Тебе, наверное. 40 дней. Это Таня. Сейчас сразу Таня. Спасибо. 20 дней. И добрый день, наши дорогие друзья. Решили вам отправить посылку для поднятия настроения. Большой привет от вас. Спасибо, спасибо, Люба. Саша. Да, тоже. О, это Артуру. О, это прям домик такой надо построить. Ох. Сейчас чувство, этот домик будем везде искать. У него сейчас цель за это. Саша. Саша. Почему тебе такой фокус как-то приближает? Кокосы два, Юра. Кокосы два. Ну я так и знала, что ты сейчас так приложишься. Это точно мне. Люба знает, что я кокос очень люблю. Ну я поделюсь. Ладно. Спасибо, Любочка. С вами, с земной. О, это типа что-то с молоком, какие-то такие хрустики. А, ну на завтрак сухой. Да. Спасибо. Надо Юрчику завтра как раз сделаем. О, давай. Еще. О, слышишь, Юрчик завтра утром встанет и это. Похавая, да? Я уже вижу, что это какие-то банки. Спасибо, Люба. Спасибо. И еще у него такие хрустики. Ну это чтоб всем. Спасибо. А мне можно? Мне можно? Смотри же, бля. Не матюкось. А ты типа мне? Ого. Ничего себе. Шесть баночек. Это что такое? Пиво? Я не знаю, это Люба или Саша собирали. Сань, спасибо. Вместе они были. Блин, как раз зараз дождь. Да, дождь будет. И завтра. Честно, я был сегодня на работе. Ты думаешь себе, вот так дождь ночью. Ночью гроза такая была. Да, никто даже ее не слышал кроме меня. Такая гроза пересчала? Не, я же выходил. Я до котла. Ну так как тебя растолкала, то ты выходил. И я, блин, чш. Я выходил, я такая гроза лупила. Я думаю, ну все, завтра это я типа в ночь. Днем я выйду на трактор и попробую орать. И тут опять дождь лупить. Так что я завтра буду пить пиво. Да ничего себе. Видим, я же в ночь на работу. Вафли. Вафли. Спасибо. Любовь. Шоколад. Чоколадки. И еще шоколад? Чоколадки. Ты их не... С утра. С утра с кофе можно. Баунти. Это мое. Все. Сок Артурчиковый. Пошло нашему пепсику. Ага. Спасибо большое. У тебя фокусировка? Пюрешки. Нормально там фокусировка. Так она постоянно крутит это. Так неприятно как-то. Потому что я вот так, ну, показываю и оно фокусировано. Ты вот так показывай нормально, чтобы не фокусировано. Ну что нажми на центр и все. Сейчас я нажму, ну что нажмите там. Ну и то, что от свекрови. С от Сашиной маме. Уже везут, везут. За это я уже, ну, в нормальном они состоянии. Посмотри. Что? Нормальные? Нормальные. Это же Люба говорит, я тебе баклажанов это... Будешь? Он же мне и салат скинула, рецепт надо это. Все. Слава Богу. Все целое. Друзья наши. Ну что, ну реально неудобно, Юра. Короче, понятно. Юра, ты сделал это видео, теперь 18 плюс, блин. Что 18 плюс? Я ничего не пропагандирую. А что ты открываешь пиво в кадре? А кто сказал, что я открываю? Такая палец уберет туда. Я просто пиво. Вот так буду тебя снимать. Люба, Саш, спасибо вам великое. Да, реально подняли настроение в эти дождливые осенние дни. Давайте там приводите себя в порядок, так сказать. Люба, ты поняла. И мы вас ждем, как по традиции. У меня теперь, как по традиции, ты кажешь, а у меня теперь, как по традиции, для Саши есть опять выкупано с земли. А, ну да, мы тебя, Саш, другим угостим. Короче, у нас этого хватает. Мы еще и с собой дадим. Так что это, приезжайте, ждем вас туда. Хоть как по традиции, не по традиции. В общем, когда вам будет удобно. Все, давайте, Тёмики и Амурики. Все, пока. Спасибо, все. Я хотела сказать, спокойной ночи. Ну ладно, спокойной ночи. Спокойной ночи. Все, пока-пока.